В прогулок со своим питомцем Наталья выбирает места немноголюдные. Киара, так зовут молодую львицу, гуляет на поводке без намордника, чутко реагирует на незнакомцев. Многие, когда я гуляю, просто у виска крутят, зачем ты себе взяла такую кисю? Ну тут просто не я взяла, я как бы решила помочь этой кисе, потому что судьба у нее как бы нелегкая. Ростовчанка изначально не собиралась заводить львицу, так сложились обстоятельства. Не могла дать погибнуть животному, когда от него отказалась предыдущая владелица. Долгое время Киара находилась в помещении, и каждая прогулка теперь для нее открытие. Любые звуки, шорох листвы, запахи она очень тонко чувствует, и такое ощущение, что боится их. В привычной обстановке Киара или просто Кира ласково и игриво. Будущей львице 4 месяца, она весит четверть центнера и быстро растет. Ежедневный рацион – 3 килограмма мяса. Говядина, она очень любит говядину, вот она в такой стихе не обожает. Покормить с руки – способ задобрить львенка и достичь контакта. Но такие отношения с хищником продлятся недолго, уверен дрессировщик Эдгар Запашный. Львица может в любую минуту проявить агрессию. Ласкайся, бегай с тигренком, с одвенком, корми его хлебом, и он вырастет обязательно добрый, пушистый. Этого не будет в тысячах, в случаях из тысячи одного. Завтрак в квартире семьи Берберовых в Баку. О трагедии в семье Берберовых Наталья слышала. В обычной бакинской квартире выросли два льва. Кинг первый прославился ролью в фильме «Невероятные приключения итальянцев в России». Был застрелен на съемках следующего фильма. Кинг второй напал на хозяйку и загрыз насмерть ее 14-летнего сына. В 61-м году на моего папу, Вальтера Запашного, на своей премьере напала тигрица. Нанесла ему больше старого на хран. Новый закон об ответственном обращении с животными запрещает содержать хищника в домашних условиях. С оговоркой – звери, приобретенные до вступления его в силу, могут оставаться в тех же руках. Я понимаю, что это очень серьезно, что если даже один раз уже очень сильно укусит, то как бы второго-третьего раза уже лучше не ждать. Пристроить львенка Наталья пыталась. Писала письма дрессировщикам и заводчикам львов в цирке и сафари-парке. В зоопарке львов не берут, львов без документов не берут в принципе. А пока судьба Киары решается, для нее строят новый вольер.